Твой старый телефон тормозит, садится, недостаточно качественно фотографирует, так приходи в Титан. Тут много новых телефонов по очень доступным ценам. Титан, покупайте то, что давно хотели. В эфире проект «Место происшествия», мы продолжаем выпуск. На улице Грибоедова камера зафиксировала, как водитель Нивы въехал в иномарку и скрылся с места ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Грибоедова, у дома номер 60, водитель Нивы во дворе пытался разъехаться с автомобилем скорой помощи. Но не рассчитал маневры, на повороте зацепил припаркованный Hyundai Solaris. На повторе видно, что у иномарки сработала сигнализация. После столкновения водитель сделал вид, что ничего не произошло. Развернулся и припарковался в другом месте. Приметы водителя зафиксировали камеры в подъезде дома и в лифте. Через некоторое время водитель Нивы вышел из дома и вместе с девушкой уехал с парковки. Сейчас его разыскивает полиция. Если вы узнали мужчину на видео или видели, как произошла авария, позвоните по телефону. 8 953 696 23 11 и 588 934. В Слободском на перекрестке улиц Советской и Октябрьской водитель АКИ очень жестко не уступил дорогу машине с камерой. Судя по всему, нарушитель даже не увидел автомобиль с регистратором. За такой маневр водителю грозит штраф 1000 рублей. Впрочем, автор видео узнал водителя АКИ. Впоследствии он его догнал и провел профилактическую беседу о последствиях таких маневров. На перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова водитель Гранты повернул из среднего ряда налево. Водителю Гранты за такой маневр грозит штраф 500 рублей. Для поворота налево он должен был занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. На улице Карла Маркса водитель автобуса забыл закрыть заднюю дверь. Едет с открытой дверью. Красавчик. 51 автобус. 848 ТРА. Особенно классно смотреть на удивленные глаза детей, которые сидят на заднем сидении и смотрят на мир даже не в открытое окно, а в открытую дверь. За такое нарушение водителю автобуса грозит штраф 500 рублей. Впрочем, это такая мелочь по сравнению с тем, что на повороте из салона могут выпасть пассажиры. На улице Ленина у ночного клуба очевидец запечатлел разборку между пьяными компаниями, а потом и драку. Судя по видео, кулаками в этом конфликте махал только вот этот молодой человек. Скандальный предприниматель Дима Колобов, которого ловили с наркотиками на красном химике. Что за закладка? Я нашел закладку. Хорошо. Где ты ее взял? Вот нашел. Вы же видели где. Это не наркомания. Что за кайф? Что тут такое? Мефедрон. Что это такое? Это эфоретик. Что он дает? Это наркотическое средство? Да, конечно, наркотическое средство. Ну что, мужики, где глупо его просто задаете? Сверток на земле лежит. Я не знаю, о чем бы. Я не видел никакой сверток. Видел пока я. Затем его поймали сотрудники Росгвардии и активисты ночного патруля, когда он под мухой совершил ДТП у клуба на улице Спаской, а потом протаранил ограждение Гагаринского парка и пытался убежать. Я не был за рулем. Два очевидца, а ты знаешь, что ты был за рулем? Ну, это критично, они реально очевидцы. По словам Дмитрия, он успешный предприниматель, выступает с обучающими семинарами и помогает другим строить бизнес. Также Дима планирует развивать свой личный бренд. Судя по всему, у него это неплохо получается. Черный пиар – тоже пиар. Михаил Вагин. Место происшествия.